Повторим то, что мы с вами прошли на прошлом блоке. Я сейчас буду на доске писать, а вы будете говорить, что это такое. Я за тему не понял. Что я сейчас написал? Что это за обозначение такое? Я не понял. Ну, пожалуйста. Я читал, но я как-то не разобрал. Ралли Ти. В одном классе. Отношение. Два разных класса. Относительно атомная масса. Пусть вы являлися в том, что это относительно атомная масса. Это где-то Николаевич Савченко. Отношение атомной массы. Нет, это относительно молекулярной массы. Так, а теперь запишите сегодняшнее число. 25.09. Самостоятельная работа. Класс. Самостоятельная работа. Класс, да? Атом или молекула. Нужно вот в предложении под буквой 1А вставить слова атом или молекула. Может быть атомы. Может быть так. Итак, что-то здесь такое водорода образовано. Что-то вставить нужно водорода. Что-то там такое будет. Вы просто пишите 1А и предложение само. Вот это писать не можете. Адумы. Молекулы. 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 Час. Атом водорода. Да, так и есть. Атом водорода. Нет. Атом воды образует молекулы водорода. Атом водорода образована. Атом образован. Атом образован. А, нечего ли? Нет. Нет, конечно. Молекулы. Водорода образована атомами. Если это не хотите. Не атом можно в благоуношком числе. Атомами. Да? Можно указать сколько. Записываем предложение. Можно указать сколько атомов. 1А. 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 Что я написал? Что я написал? А, ждал. Это молекула водорода. Значит, двумя атомами водорода. Правильно? 1А. 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 Так, молекулы водорода образованы двумя атомами водорода. 1А. 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 Буква В. 1А. 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 2А. Можно указать. 2А. 2А. 3-4. 2А. 1А. 1А. Ну, про себя кажется, самостоятельно, Лена. Ну, я напомню, что вот она, молекула прикисного газа. Поэтому, соответственно, записывайте согласно этой записи. Там будет одинаковое числительное по разным вниманиям. Вот я, если я напишу, например, пять девятых и пять седних. Как ты думаешь, что будет больше? Давай сначала подумаем. А вот здесь что показывает? Насколько частей разделили. На сколько частей разделили. То есть здесь целое разделили на девочки. А это? Где будут части больше? Химический символ назвали. Например, представь себе торт. Торт. Да. Произношение какое? Это ты торт разделил на девять частей. То есть ты так пишешь сюда, три. Да, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Слово не нужно писать. Ну, вот примерно одинаково, да? А другой этот торт разделил на семь кусочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Где будут кусочки меньше, где больше? Здесь больше. Ну, почему? Пять. Именно больше частей на семь. И кусок сам будет больше. А торты одинаковые. А будет больше. То есть сам кусок будет больше там, где разделили на меньшее количество. Так? Угу. Здесь мы на семь делим частей. Здесь на девять. А взяли поровну. У этого торта взяли пять кусочков. И у этого торта тоже пять кусочков. Так где у нас получится больше? Здесь. Где мы на семь разделили, да? Так вот, из двух дробей с одинаковыми числителями, больше, да, у которых знаменатель. Меньше или больше? Больше. Меньше. Из двух дробей с одинаковыми числителями, больше та, у которых знаменатель меньше. Ну-ка, повтори. Из двух дробей с одинаковыми числителями, больше. И все записали третье задание. Нужно нам записать формулу вещества и вычислить относительную молекулярную массу. Если в молекулу этого вещества входят два атома водорода. Сначала нужно записать формулу вещества, а потом вычислить относительную молекулярную массу. Задание понятно? Ну, относительно молекулярную массу, какого-то вещества, например, хлора, вот так, а у вас будет какое-то другое, это для примера. И равно, и вычисляете. Это можно пользоваться таблицей венделея. Формулу, что не пользуется? Записать формулу вещества и вычислить относительную молекулярную массу. Записать формулу вещества. Я сейчас таблицу возьму. Я сейчас таблицу возьму. И под В. Так же формулу вещества надо списать, если туда входят два атома фосфора и пять атомов кислорода. Посмотри, какие толстые куски. Почему плюс шестнадцатый? А, да, не наилучием. Какие шестнадцатые куски. А, да. А, да. А, да, да. Два атома фосфора и пять атомов кислорода. Сначала эти самые маленькие. Тот-то частиц или одинаков. Ну, какой-то есть. Или неважно. Какое-то число. Но везде одинаковое. Какой будет самый маленький? В общем. В общем. В общем. В общем. Вот разницы. Сюда как задача пошла. Есть еще один. Какие Kristi. Кажите. Дальше, X34, так, следующая, X15, и самая большая дробь из 9 и из 9, теперь буква B. А здесь нужно в порядке убывания. Что здесь одинаковое дроби? Знаменатель. Здесь два дроби с одинаковыми знаменателями, больше та, у которой числитель. Больше. А нам нужно сначала самое большое записать, а потом меньше и меньше. Какая самая большая дробь? 100. 100 деленное на 1. Фразеологизм это неделимое, то есть, которое имеет переносное значение. Еще раз прочитай, Анфиса. Еще раз прочитай. Ну, читай предложение. Первое. А теперь, не разгибая спины, поднимите руки вверх, на воду тренинг. Так. Что значит не разгибая? То есть, дети занимаются какой-то зарядкой, да? То есть, они наклонили спину, что-то такое, да? Дети наклонили спину, и что он им говорит? А теперь, не разгибая спины, поднимите руки вверх. Я хочу, чтобы второе, потому что там приносит смысл. Второе фразеологизм. А первое? Прямое значение. То есть, оно можно отделить слово от слова. Они как бы нагнулись, так и работали у ребят целый день. То есть, а второе предложение говорит, ребята трудились, не разгибая спины. Мы можем заменить слово «не разгибая спины»? Как это значит они работали? Ну, очень долго и трудно. Очень тяжело им было, не разгибая спины. Не то, что тяжело, даже долго. То есть, время шло долго слишком, да? То есть, не разгибая спины, не отдыхая. Понятно? Какое мы можем разделить, а какое нельзя разделить? Первое. Можно разделить слово от слова? Не разгибая спины. Поднимите, он сказал, руки, не разгибая спины. Можем отделить? Не разгибая спины. Не разгибая чего? Спины. А здесь мы не можем отделить. Если мы не разгибая, то смысл уже, если спины не будет, то уже смысл не будет понять. А теперь не разгибая, если спину убрать, поднимите руки. А чего? Разгибает. Ну, понятно, что все равно смысл сохраняется. То есть, не разгибая, ну, может, рук там можно подставить. Не разгибая, но... А теперь спины поднимите руки. Нет, ну ты пойми, что смысл все равно останется, да? Не поняла? Ну давай в следующее предложение. Следующее предложение. Витя упал, а старший брат поднял его и поставил на ноги. Так, Витя упал, а старший брат поставил его на ноги. Прямое. Это какое значение? Прямое? Да. Мальчик упал, а он его взял и поставил на ноги. Прямое. Просто он взял и поставил, то есть мы все понимаем, все ясно и понятно. А второе? Родители поставили на ноги сына и теперь он уже живет самостоятельно. А вы это какое-то? Научили то, что его много может себе сам жить. То есть поставили на ноги, то есть он сам может себя обслуживать, он может зарабатывать деньги, да? То есть научили, как ты правильно говоришь, всему научили. Убирать нам дома, стирать за собой, готовить там или что-то еще. То есть он стоит на ногах, говорит, не просто, что мальчик, сын у них встал на ногах, а он не сидит, не падает. А будет такое значение, Анфиса? Переносное. Значит, во втором случае мы везде видим фразеологизмы. Значит, фразеологизм это неделимые сочетания, посмотрите, устойчивые еще называют. Василиса, прочитай правила. Какое? Правила, правила. Фразеологизм это устойчивые сочетания слов, равные по значению любого, либо целому предложению. Либо целому предложению. То есть мы можем фразеологизм заменить другим словосочетанием слов или каким-то словом. Давайте на картиночке посмотрим. Можно? Посмотрите, что раз художник. Ну давай Анфиса начнет, первая. Первая. Мужчина сидит, такой мужчина, и он сидит в галоши. Что же он делает? Станул в галоши. Какой фразеологизм использовала? Сидеть в галоши. Я первый, второй знаю. Кто знает первый фразеологизм, может его назвать? Есть такое выражение, что сказать, сесть в галоши. Что значит сесть в галоши? Ну, может, взять и сесть. Влипнуть, может, куда-нибудь там. Например, ты что-то сделаешь, а может, что-то проблема появилась. Ты сделал какую-нибудь, задал себе проблему, а решить ее не можешь. Не проблему, а попасть в неловкую, может быть, ситуацию. В неловкую. То есть сесть в галоши, то есть себя, как там, ну не очень, как говорится, как сесть в лужу. Ты сам не будешь садиться, можно упасть в лужу, да? Но не сесть в галоши. С сесть в галоши, это не прямое значение, да, вот здесь, а именно переносное значение. Пожалуйста, Ирина, следующую картиночку. Палки в колеса. Что палки в колеса? Палки. Правильно. Кто может произнести правильно фразеологизм? Съедет, как палки в колеса. Нет, такого нету. Мне прям сунули, как палки. Нет. Еще? Как палки. Ставить палку в колеса, говорят. Он мне поставил палку. Не можешь сделать, как палку. А он мне поставил, прям перед самым контролем, а он мне поставил палку в колеса. Ставить палки в колеса, что это значит? Мешать. Ты не можешь так сделать, как поставить палки в колеса, потому что это как невозможно. Нет. Если ты поставил палки в колеса, то ты все уже... Ехать не сможешь. Да. Мешать. Переносно. Мешать. Это мешать. То есть ставить палки в колеса, он мне прям палки в колеса ставит. Но это не прямое значение, как художник. То есть мешать человеку мешать. Совершенно верно. И последнее. Кто объяснит? Водить за нос. Водить за нос. Что значит водить за нос? Ну, как обманывать. Обманывать. Молодцы. Вот здесь вы услышали, что все правильно сказали, а обманывать. Когда не просто взять и за нос водить, а очень много самых разнообразных есть прозеологизмов, которые могли прийти даже из Кришкин-Гафтан, которые из Басин пришли к нам, из пословиц, из подговоров. У нас много самых разнообразных прозеологизмов. Давайте с вами посмотрим. В толковом словаре, каждый сейчас быстренько найдет в толковом словаре, в 97-е упражнение, найдет хотя бы какое-нибудь там, найдите в толковом словаре фразеологизм. Посмотрите, какой значок будет ставить в толковом словаре фразеологизма. Я нужна заяц. Заяц, хорошо. Объясняйте. Это прямое значение. А нам нужно заяцом. Трус. Трусливый человек. Трус. 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 Стремится выполнять одновременно два дела, достигнутых двух разных стрельб. Так. Значит, заяц еще кого? Кого заяцом называют? Кто едет без билета? У нас иногда называют заяцом. Кусок еще. Какой? Кусок в горло не идет. Так. Кусок в горло не идет. Давайте прочитать. Сейчас мы об этом прочитаем. Давайте вернемся назад. Потом вы найдете свои фразеологизмы. Вот тут есть девяносто восьмое упражнение. Анфиса, прочитай нам текст. Что говорила мама и девочка Таня не поняла. Девочка Таня ничего не поняла. Прочитай, Анфиса. Продажа лошадей особенно врезалась Танюшей в пальцы. Шестой класс. Бать в поле. Полудновала. Полудновала, то есть обедала. Обедала, полудновала. Плакала и говорила, что ей кусок в горло не идет. А Танюша все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк. Так, кто объяснит? Кто объяснит выражение, что кусок в горло не лезет? Ну, потому что он не может даже ничего себе лезть не может. А из-за чего? От печали. От печали. А девочка напрямую смотрела. А девочка смотрела на горло, как у нее кусок в горло не лезет. То есть ребенок не понял этого выражения. Или, например, как ком в горле сострял. Как ком в горле, да. Что не может человек расстроен настолько, что он даже говорить не может. Что он настолько переживает очень сильно, да. Из-за чего? Ну, там они продали лошадь. Там они продали лошадь. И поэтому Танюша была, она маленькая была девочка. И поэтому не понимала, как это у матери кусок в горло не лезет. Так, значит, откуда же к нам пришли празеологизмы? Откуда же к нам пришли празеологизмы? Это чуть-чуть попозже. Сейчас Ерема начнет читать предложения. Упражнение 100. Нам заменить нужно быстренько выделенное слово празеологизмом. По цепочке Ерема, Василиса. Это Василиса. А потом Адамарханкиста. И Еремия. Змей Корыныч, у него царевну, далеко. А нужно взять для справок и заменить, прочитать предложение, чтобы получил фразеологизм. Змей Корыныч, у него царевну, за 3-9 земель. За 3-9 земель, то есть далеко. Василиса. Оля? Оля сильно покраснела. Как заменить? Оля в корке до корней. Нет, от корки до корней. До корней волос. Да. Оля покраснела до корней волос. Это же, посмотри, как она покраснела до корней. Корни волос на голове, это посмотреть невозможно. То есть это переносное значение. Так? Ну давай, Анфиса, дальше. Станя чувствует себя на катке. На катке. Хорошо, Анфиса чувствует себя на катке, как рыба в воде. Как рыба в воде. То есть рыбе в воде намного приятнее, чем на суше, да? Ну, в чем не прочитала. Ну, а Василиса, давай, пускай. Я прочитала книгу до конца. Я прочитала книгу от корки до коры. От корки до коры. От начала до конца. Говорят, от корки до корки. Совершенно верно. То есть чаще всего, где мы можем встретить с вами фразеологизмы? В сказках. В сказках, еще. В художественных произведениях можем встретить? Нет. В художественных не можем? Можем. Можем. А теперь давайте посмотрим, откуда же к нам приходят фразеологизмы. Откуда они могли прийти? Отчем? Потому что фразеологизмы чаще всего используются оттуда на разговорной речи. Нет, ты не там читаешь. Источки фразеологизма. Ну, читай, наверное. Одни фразеологизмы являются, собственно, русскими. Другие взаимосвязаны. Заимствованы. То есть есть, которые у нас на Руси сложились, да? А есть, говорят, жизнь прожить не поле перейти. Это как понять? Потому что можно раз в поле перейти, а жизнь прожить, это труднее. Намного труднее. Потому что по полю там сухо, ветер, пыль. Но жизнь еще труднее. Жизнь еще труднее, чем поле. То есть у нас много способств пришло, да, есть, которые русские, а есть, которые заимствованы. Дальше читай. Собственно, русский фразеологизм связан с историей нашей Родины, с работой наших предков и их обычаями. Например, топорная работа. Так, топорная работа. Когда так говорят? Можтрудная работа. Нет. Когда на этом лесе дрова загадали. Нет, 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 нет. Кто догадался? О, какая топорная работа прям. Уже можно? Нет. Очень ступая. Ну, топорная, то есть, когда вот человек по дереву, папа твой по дереву работает, ты видела, чтобы он топором, взял бы топором, и диван бы дядь Виталий там сделал такой бы топором все. Смог бы он топором один сделать? А что ему нужно для этого? Инструменты. Отличные инструменты. И когда работа сделана, как попала, такая она, ну, невозможно красивое кресло, какое-нибудь вырезанное там с какими-нибудь рисунками, узорами, невозможно топором сделать. Согласны? И говорят, когда топорная работа, а говорят о том, что работа неаккуратная. Ну, сделана, а тот попала. Можно так сказать. Следующая, я бы сказала. Прописать ищи. Прописать ищицу. Прописать ищицу. Ну, вот сейчас сама на литературе ищица, это буква какая. Она не кривая. Она не кривая, наверное, она очень... Вот сейчас я вам покажу ищицу, буква. Вот здесь у меня как раз в алфавите есть. Как раз мы попали. А что это за буква? Ижица, это буква такая. Вот сейчас покажу. Ижица, смотрите. Вот она, ижица, смотри, вот. Ижица, вот. Вот, смотрите, какая буква. Вот она. Пять, 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 пять. Не понятно, как в пять и с хвостиком какой-то. Посмотрите, вот ижица. То есть была такая поговорка, что дети... Это как у нас это, да? Да, дети очень трудно. Фито да ижица, розга к телу близится. Такая поговорка у детей была в древности, что им очень трудно было. запомнить вот такую букву очень. Поэтому, скорее, прописать ижицу было сложно детям. Хотя нам сейчас может быть и не очень сложно. Очень трудно. Вы сидите как очень трудно. Следующее, дальше. Следующее выражение. Небо показалось овчинку. Небо показалось овчинку. Какие интересные уроки я выхожу. У нас так не преподавали. Вообще, я сама даже не объясню. Я бы сегодня прям сел за партой. Небо за овчинку. Объясните, кто объяснит. Может, то, что небо все в пудрявых облаках. Говорят, небо с овчинкой. С овчинкой. Ну, я не... Овчинка, может быть, это шкура. Ну, покажется, где небо с овчинкой. Тут, наверное, другой смысл. Нужно вот это посмотреть. У кого... Густая тоже. Густая, густой. Густая окна. Может быть, я думаю, что немножко другой смысл. Нужно нам посмотреть. Вот это высказывание. Кто-нибудь, если возьмет, сообщение сделает. Нужно будет объяснить. Я даже вам не объясню этого сегодня. Посмотреть. Нужно вам прочитать об этом. Еще. Медвежья услуга. Медвежья услуга. Нет, нет, собаку съел. Собаку съел? Да. Что это? Прямо натурально он взял и собаку съел? Да. Ой-ой-ой. Как это? Собаку съел. Ничего себе. Изговорить собаку? Нет. Как это? Да, он, говорит, уже на этом собаку съел. То есть он настолько опытен, наверное. Он уже много знает. То есть человек очень опытный в каком-то определенном деле. Собаку съел стрелянный воробей. Нет, стрелянный воробей. Какой это? Слабый. Славный. Спасибо.